Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, познакомилась с мужчинами по интернету, стали общаться, потом встретились, понравились друг другу. Я в этом разбираюсь, пишет пользователь по имени Аня. Он своеобразный, говорит много только о себе, но знает это за собой, извиняется, но опять о себе и вообще осознаивает свои недостатки. Если задает вопросы, чувствуется, что ему действительно интересно, правда это редко бывает. Нам за 50 он очень долго живет один и поначалу очень хотел, чтобы в его доме появилась хозяйка, но потом полезли всякие страхи и сомнения. На этом этапе расставались, потом он первый писал. За 8 месяцев интимные отношения были два раза, в этом он не силен. Сейчас вся инициатива от него пропала окончательно. Только переписываемся, когда спросила почему, сказал, что он ждет, когда у меня появится время на него. И правда, я намного активнее, чем он предложил встретиться, радостно согласился, но в день встречи сказал, что не получится. Я чувствую, что нравлюсь ему и он мне приятен. Если смотреть со стороны, то он сводит наши отношения на нет. Тихонько, но планомерно. Может я не так себя веду, я действительно старался показывать, что у меня и без него интересная жизнь. Это действительно так, но я хочу иметь близкие отношения, это для меня очень важно. Пытался поговорить, но он как-то уходит от темы. Я не знаю, что делать, прекратить, если честно, буду потом жалеть. Смотрите, первое, что довольно серьезно бросается в глаза, это то, что вы вроде как говорите, что вам очень важны и близкие отношения, но в то же время говорите, что у вас интересна жизнь. И мне кажется, что подобное противоречие, в первую очередь нужно разрешить, потому что если это противоречие есть у вас, то и мужчина соответственно его чувствует и не может определиться в этом. В смысле в этом плане. Вот. Они могут определиться, какие у вас приоритеты. Дело в том, что приоритеты, они как бы важны. И в общем-то люди довольно часто взаимодействуют именно приоритетами друг с другом. Не интересами, да, не чем-то общим, хотя и это тоже, а именно вот приоритетами. И вам, как мне кажется, нужно вот в первую очередь оплатить внимание именно на свои приоритеты. Да, то есть определиться с приоритетами. Да, вот на первом месте у вас что, близкие отношения или там, соответственно, ну вот, ну, ваша жизнь, словно говоря, помимо. Вот. Решить для себя этот момент, ну, скажем так, довольно четко. И после того, как решите, уже из-за этого двигаться, ну, как бы, в отношениях с мужчиной. Потому что, ну, в противном случае просто будет на постоянной основе такая история, что, ну, вы будете восприниматься несколько вот противоречиво. Вот. А я не думаю, что это то, чего вы хотели бы. Я не думаю, что это то, что вам нужно. Мне показалось, что интересуют вас, ну, другие вещи. Вот. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе. Собственно, человек, который в течение длительного времени живет один, он, скорее всего, привык, привык жить один. И на то, что он, ну, то есть он живет один, на то, что он живет один, есть причина. Вот. У того, наверное, правильно сказать, что он живет один, есть причина. Эти причины, они так просто не уйдут, да, что, ну, как бы, они просто не исчезнут. И, соответственно, страхи мужчины, его опасения, его такая вот, может быть, пассивная позиция, никуда не идет тоже. Вот. И если вам это не нравится, если вы, ну, если вам, например, кажется, что это не очень здорово, что мужчина, к примеру, должен вести себя, там, по-другому, что, ну, вы хотите или ждете, например, допустим, да. Ну, какого-то, вот, другого, эм, ну, не знаю, поведения, например, с его стороны, допустим. Вот. То есть большая вероятность, что все так вот и в этом смысле останется. Поэтому, ну, спросите себя, у вас такая пассивность мужчина устраивает или нет? Потому что если, если устраивает, то хорошо. Если нет, то лучше в этом, вот, как-то признаться на берегу. Вот. Там еще со страхи мужчины никуда не уйдут. Вот. А с его стороны еще могут быть какие-то манипуляции в этом. Да. Потому что, ну, вот, например, в том, что он вам ответил, да, что вот он там ждет пока у вас, там, не знаю, время на него, на него появится, да. Вот. Ну, лично мне показалось, что это вот манипулятивная такая история, типа, что вы, ну, чтобы вы, там, почувствовали себя виноватой, например. Или чтобы, там, ответственность за все была, там, только на вас, например. Да. Ну, вот. И совершенно необязательно, что человек это делает как-то вот специально, да. Вот. Вполне, вполне возможно, что человек не думает об этом, да. Он, ну, не думает, там, целенаправленно о том, чтобы вам манипулировать. Вот. Но сама модель построения отношений такая, в данном случае, получается. И всегда ли вы будете хотеть проявлять активность по отношению, там, допустим, к человеку? Вот. То есть, ну, сейчас. Сейчас, например, пока вы только познакомились и, там, он вам нравится, может быть, да, и все такое, да. Вам, может быть, это легко. Вот. Вот. Но, всегда, всегда ли так будет? Вот. В чем, как мне кажется, вопрос здесь. Вот. Поэтому вам нужно, на мой взгляд, об этом хорошо, достаточно подумать. И, ээээ, решить для себя, насколько, вот, ээээ, ну, такая модель, ээээ, взаимодействия, такая модель, отношений, ээээ, для вас, эээ, приемлемых. Вот. Потому что, если нет, то, повторюсь, это имеет смысл, да, как бы, определиться с этим, опять же, на берегу. Вот. Дальше. Эээ, вы говорите о том, эээ, что он сводит на нет отношения. Эээ, я не знаю, ээээ, я не, ну, не берусь, ээээ, процентовать на истину, потому что могу ошибаться. Вот. Но, вполне возможно, что он сводит давление в вашей стороне. Эээ, вот. И, опять же, ээээ, весь момент в том, да, вот, что, для вас может быть нормально? Какая-то модель поведения. А для него нет. Эээ, вы можете чувствовать себя хорошо и комфортно, в какой-то модель, ну, в какой-то парадигме отношения. А он нет. Знаете? Вот. И, все время будет такая вот нестыковка между вами. Поэтому, ээээ, как бы, вы не знаете, что делать, ээээ, и никто не знает, что делать. Исходить нужно из ваших, ээээ, приоритетов, здесь. Из того, как вы относитесь, ээээ, допустим, ну, вот, к мужчине, да? Вот. Потому что, ну, если, ээээ, вам нравится, да, ну, соответственно, вы можете ответить себе на вопрос, да, вот, ну, хорошо, что он мне нравится, что я готова, там, для него делать, да, и готов, и, там, ну, готовы ли я, там, для него делать что-то. Например, опять же. Вот. И так, чтобы это, вот, ну, не было какой-то, вот, жертвенностью, да? Чтобы это не было, эээ, ну, вот, с вашей, с вашей стороны, ээээ, жертвой, чтобы вы не чувствовали себя жертвой, но, ээээ, это все очень важно, на мой, на мой взгляд. На мой взгляд, это все очень важно. Ээээ, эээээ, эээ, и, соответственно, ээээ, вот, вы говорите, что мне, мне как бы, ну, эээ, что мне вот, ну, отношения важны, вы говорите. И, в принципе, я вас, ну, понимаю, да, я понимаю, что у вас есть отношения, но я думаю также, что какие-то представления об отношениях у вас есть. Какое-то видение отношений, я думаю, у вас есть. Я думаю, что, ну, вряд ли его, как бы, ну, в данном случае вот, может не быть. И, соответственно, вот, вы поставьте те отношения, которые у вас получаются, например, выстраивать сейчас тем, допустим, что вы хотели бы. Если это то, супер. Я думаю, что если вы, там, гипотетически возьмете сейчас всё в свои руки, да, к примеру, я думаю, что, скорее всего, ну, мужчина не отказывается с вами быть в отношениях. Но вопрос, опять же, в том, да, вот, устроит ли вас такая модель поведения, ну, такая модель поведения или нет. Устроит ли вас такая модель взаимодействия или нет. Вот. Как-то так, я искал бы давать каких-то советов, вот, потому что мне кажется, что вы взрослая, зрелая личность уже и, соответственно, на любые какие-то такие вот советы, ну, абсолютно нормально реагировать, будете сопротивлением, особенно если что-то идёт разрез, как бы, с вашими, ну, с вашим мировоззрением, всё абсолютно нормально, абсолютно. Вот. Поэтому я бы мог просто спросить у вас, чем для вас отношения важны, потому что если такой достаточно тревожный человек, как мужчина, которого вы описываете, чувствует, что вам от него что-то нужно, вот, то вполне возможно, что он просто боится, эм, не обравдать ваши ожидания. Вот. И это, эм, мотивирует его избегать этого. То есть, ну, если есть такой же тип людей, они, эм, в принципе, эм, так и называются, избегающий тип. Вот. И в данном случае это, эм, скорее всего, ваша история. Поэтому, эм, эм, либо вы, эм, выбираете, если хотите быть с этим мужчиной, эм, как-то по-другому, эм, получать то, что вам нужно в отношениях, вот. И либо вам нужен другой партий. Ну, вот. Эм, тут еще интересно, что, эм, вы познакомились по интернету? И, эм, люди, э, редко, когда, эм, эм, ну, просто так ознакомятся в интернете. Как правило, эм, если люди, эм, знакомятся в интернете, у этого есть какой-то бэкграунд. Вот. Как правило, у этого есть какая-то какая-то история. Вот. Мне всегда приятно, потому что, ну, более, естественно, ознакомиться все-таки в реальной жизни. Вот. Вот. Поэтому, если у вас, эм, эм, был какой-то негативный опыт, вот, эм, может быть, отношения, которые, которые завершились, распали, эм, то не мешало бы, эм, поисследовать их. Вот. На, на предмет, эм, выявления, э, опыта, вот этого самого, эм, эм, ну, негативного опыта. Эм, и, значит, эм, его, эм, эм, скорректировать, этот опыт. Эм, вот, эм, после, эм, чего, эм, вам уже будет, эм, эм, в какой-то степени легче, легче выстраивать, выстраивать отношения. А, вот, самое что, ну, сейчас, эм, вам откровенно это сделать. Эм, ну, не то, чтобы прямо тяжело, да, то есть нельзя сказать, что вам тяжело, конечно, вот, но, то, что, вот, вы испытываете трудности с этим, это факт. А, вот, эм, самое что, вроде бы, отношений хочется, а вроде бы человеку нравится, а в то же время он, там, отдаля, отдаляется от вас. Вот. И это означает, что есть, вот, какой-то, эм, ну, какая-то противоречивость здесь присутствует. Вот. Вот. И, соответственно, эм, если, вот, противоречивости не событь, вот, то ее необходимо прорабатывать, а конфликт, который имеет место, соответственно, разрешать. Вот. Это, эм, такие вот самые-самые общие рекомендации. Вот. Немного смущает, эм, то, что вы говорите о том, что мужчины вам, а, что-то, ну, посоветовали, чтоб немного смущает, потому что там, эм, ну, как бы, эм, психологи не советуют, мы не занимаемся советами. Вот. Мы помогаем, эм, себе разобраться, но, вот, совет, совет не даем. Поэтому, если вам нужен совет, или если вы, допустим, эм, эм, ну, воспринимаете, вот, эм, психологов, как тех, кто дает советы, то я бы, конечно, эм, конкретно от этой позиции не приведет вас, эм, к чему-то хорошему, эм, вот. Эм, вот, пожалуй, эм, такой ответ, эм, я могу вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения своего опыта, эм, вот, эм, и так далее. Поэтому, эм, смотрите, решайте, выбирайте. Эм, да, и, вот, еще, эм, в какой момент вы сказали, что, эм, э, будет ужалеть, вы сказали, что будет ужалеть, и это очень важно, потому что, эм, ну, эм, в отношениях, когда что-то не получается, эм, ну, там, не, не, не срастается, например, да, эм, это, эм, как бы, нормально, вот. И если вы говорите, э, про то, что будете жалеть, что-то говорят о том, э, э, что вы в отношениях, ну, э, не совсем свободно, вот, то есть, ну, вот, эм, можно сказать, чрезмерно, так вот, эм, серьезно. И если вы чрезмерно серьезны в отношениях, то это, эм, тоже, проблематика, потому что, человека это может от вас просто, эм, как-то отдалить, вот, эм, и сделать вас менее привлекательным для отношений. Вот, я думаю, хотелось бы, чтобы, эм, чтобы вы имели эм, подумали над тем, о чем конкретно вы будете жалеть, то есть потеря, потеря, потеря чего для вас означает неудача в отношениях, вот. Э, ну, да, то есть, ну, понятно, как, как, э, какая проблематика решается, решается вами в этой ситуации, вот. И желательно также это разгрузить, потому что, в противном случае, мы получаем, в общем, такую не очень, э, здоровую, не очень хорошую атмосферу, вот. Э, ну, в отношениях, вот. Э, вот, надеюсь, э, э, такая картинка, э, поможет вам несколько, э, более, э, полно, э, э, разобраться в э, ситуации, которая происходит еще. Вот. Э, э, не помешает, не помешает, как мне окажется, э, держать, э, э, о, в э, сознании, э, achievements, то что человек, э, э, может выйти в любой момент времени и помещает держать это в сознании, что абсолютно в любой момент времени человек может просто решить, закончить отношения, творчить их. И соответственно быть к этому готовы, быть к этому готовы. Просто потому что по-другому опять же будет сложно, по-другому будет весьма сложно вам выстраивать отношения. Не обязательно. Я сейчас говорю про этого мужчину конкретно. Я говорю про любого, ну, про абсолютно любого человека. Так или иначе вы можете взаимодействовать. Просто хотел бы, чтобы вот это все вы имели в виду. Скажем так. На этом я думаю все. Я желаю вам удачи, удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю обращаться с помощью и надеюсь на обратную связь.